В том числе и паровозами. Что это такое? Что это анаграмма слова «невшотель»? Механический кунстюк, да. Теме игры этой Fallout. Дорогие друзья, добрый день. Сегодня мы встретились с часовым экспертом Александром Ветровым, чтобы обсудить марку Отлендс. Мы в бутике «Речитайм». «Речитайм» специализируется как раз на таких интересных, экстравагантных, необычных часах. Мы не просто на часах, а на таком высоком часовом искусстве. И у нас сегодня как раз такой современный художник в этом пантеоне независимых таких интересных часовых имен. Александр, что вы думаете про Отлендс? Что вы вообще про них знаете? Я про них знаю кое-что. Дело в том, что это одна из марок, из таких дисрапторов, как модно называть сейчас, для испровергателей авторитетов. Она образовала в 2004 году. Два товарища были. То есть 20 лет как раз, да? Да, 20 лет. Два товарища, с которыми я лично был знаком, как он до сих пор знаком, это Рино Дерец и Ниом Титю. Потом Титю остался один. И первые годы «Атлантс» упоминалась всегда в контексте молодых, дерзких брендов. Обычно их ставили рядом с такими именами, как урверк и MB&F. Урверк и MB&F выстрелили, а у «Атлантс» что-то пошло не так, к сожалению, да? И бренд пытался выпускать более бюджетные модели, как бы на покупных механизмах. Так сильно утратил свой блеск до тех пор, пока его в 2012 году не купили, опять же, вот Мейланы. Да, те самые, которые владеют Мозером. Да, и вернули... Смотрите наше видео про Мозера. Да, вдохнули вторую жизнь в этот бренд. К тому времени там уже не остались его основатели, а все основатели ушли кто куда. Вот, а сегодня они считаются вторым, да, по силе вот брендом микрохолдинга «Мелп» в Милановске, который, в общем-то, выпускает очень интересные модельки, причем часто очень уникальные. Допустим, у них есть модель со спуском и колебательной системой на цепях, да, то есть там турбион даже целиком расположен на цепном приводе, который одновременно выполняет функцию индикации времени. Вот, у них есть совершенно, как бы, крышесносная моделька с шарообразным укладателем часов. Если, как бы, кому интересно, может погуглить в интернете есть, у нас, к сожалению, их нет здесь в наличии, но она прям очень такая гипнотическая, так, как типа гипнозабы модель. И основной фишкой-то, собственно, исходного атланца был указатель. Вот у нас здесь модельки эти есть, да, минутный указатель секторный, 60-минутный секторный указатель, со стрелкой шатуном, то есть такой шатун паровозный. И, в общем-то, благодаря ему люди полюбили этот бренд, и бренд очень поузнаваем, да, на этом фоне. И в этом году, поскольку, как Артем правильно заметил, они отмечают 20-летие, они решили воздать должное, значит, вот этой, с вами, своей культовой модели. HL-1 она называлась, HL-2 еще были серии. Да, и перевыпустили они, собственно говоря, на оригинальных механизмах. Немножко изменили они дизайн корпуса. В данном случае, вот мы видим, отличается, чем дизайн корпуса без ушей. Как бы это другая компоновка, другая функционала. Но, тем не менее, корпуса юбилейных серий, они вот такие же. То есть браслет за подлецом уходит в корпус, ушек нет, как у первых атланцев. Вот, и выпустили они, собственно, очень похожие модельки на те самые модели 2004-2005-2006 годов. Вот как думаешь, почему так получилось, что они вроде бы сначала так ярко выстрелили, но потом был какой-то спад? Исключительно, я думаю, что дело в финансах, да, то есть если бы у вас были бы деньги, наверное, вы бы не стали бы особо экономить и, как бы, бюджетировать свой ассортимент. Но что-то, видимо, пошло не так. Вот финансирование, видимо, закончилось, не нашли инвесторов, возможно. Здесь чисто денежная, я думаю, была чема. Но я думаю, что они просто опередили время. Потому что у нас сейчас такая идет волна независимых брендов самых разных уровней, да, то есть в самых разных бюджетах. Очень много всякого разного такого вот экстравагантного, необычного, интересного. А в тот момент, на самом деле, было очень мало. То есть, да, тогда появился там Урберг, МБНФ, там еще, может быть, несколько имен, но все-таки, видимо, они опередили время. При этом у них были, сначала были исключительно мануфактурные механизмы, причем механизмы сложные, все это дело выпускалось... Корпус телевизора был узнаваемый. Да, узнаваемый корпус телевизора, под него сводят этот механизм, и все это создавало, естественно, ну, то есть часы были очень-очень небюджетные, да. То есть, видимо, вот в этом, может быть, и так сошлось, что такой произошел затык, и Марка начала сдавать после яркого старта, но как раз хорошо, что их вот подхватило, что Марка могла вообще услышать, да, как многие другие. Ну, допустим, кто сегодня помнит бренд Ладуар, к примеру, да? Волна. Волна. Не, ну, Волна все-таки, они были там традиционные, достаточно были часы, да, для подводников, а Ладуар тоже, она, в принципе, там была индикация интересная, не традиционная, и форма корпуса была тоже очень необычная, но тоже они вот как бы сдулись и ушли в никуда. А Атлантский, к счастью, выжил, да, и сегодня, в общем-то, они очень неплохие вещи делают. Я считаю, что да, как бы вот, когда Мозор уже непосредственно полностью обживется, скажем так, на небосклоне, я думаю, что наступит очередь уже Атлантса, и там они еще себе заявят, будь здоров. Но они уже, на самом деле, в него вдохнули, очень добрый. Нет, 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 он как бы живой бренд, очень, да. Мощный сейчас есть потенциал, поэтому, конечно, радостно, что, да, отрадно, что все-таки Марка не уснет, а наоборот, ее ждет точно великая будущая. Всегда узнаваемый прямоугольный корпус телевизора, да? Да. Мало того, здесь вот такая вот стрелка. Создатели, по-моему, Гийом говорил, что они вдохновлялись в том числе и паровозами. То есть, очевидно, шатун. Почему-то, да. То есть, здесь вот как раз шатун, который вот очень похож на такую вот эту паровозную тягу. Вот. Это, конечно, максимально необычно. Мне кажется, это часы сами по себе, ну, я не знаю даже, чем их можно еще сравнить, да, то есть, есть ли вообще какие-то такие еще часы. То есть, понятно, что много часов, которые используют систему прыгающего часа. Ну, ретрограммов много, да. Ну, ретрограммов много, но все равно здесь это как-то сделано так, что... Ну, потому что вся эта кинематика, она открыта глазу, да, видно, вот как бы. Плюс, да, плюс она как бы вся видна и, конечно, создает такой вот какой-то просто кинетический спектакль. Плюс, опять же, стрелка часто здесь прыгает, да, тоже необычно с окном, с таким... То есть, они необычные часы с необычной индикацией. То, что называлось вот раньше, да, это как бы придумал один мой коллега, часы с нестандартной индикацией. Вот, опять-таки, тоже... Традиционная, вернее. Да, не традиционная индикация. Тоже у нас здесь такой вот тоже этот вот интересный такой рычаг. Вот он двигается, сверху прыгает час. Часы такие вот экстравагантные, но при этом абсолютно, ну, практически идеальная читаемость, да. То есть, здесь нет никакой проблемы. Я думаю, да, что бывает, что какие-то вот сложные часы, там, какие-нибудь вечные календари, там читаемость размывается. А здесь, ну, просто все показано. Мало того, мы видим сразу, как все устроено. Ну, нестандартная индикация, это вообще фишка атланца, да. То есть, у нас на столе вот эти часы лежат, как бы, да, в подносе. Они все с нестандартной индикацией. То есть, вот здесь линейная индикация часа, допустим, да. Здесь вообще вот мы сразу уровень вспоминаем, да, блаждающий час. Как бы у них вот все часы, они такие. Плюс мы видим, что они еще сделаны, то есть, немножко под углом. То есть, это не просто плоский телевизор, да. То есть, а здесь еще они такие вот эргономичные. То есть, у них здесь, правда, прослеживается поворот и стекла, и корпуса, и всего. А здесь есть вот такой вот интересный прыгающий час. Здесь уже, конечно, не паровоз, здесь уже... Линейный. Такой более линейный, да. Не знаю, с чем это можно сравнить. Ну, не знаю, с чем. С градусником? Нет, у них градусник тоже, вряд ли, подойдет сюда. Механический кунштюк, да. Кунштюк. Да. При этом здесь турбион, синие мосты, террая такая поверхность. Тоже у них, как раз, одна из фишек. Серая матовая поверхность, чтобы выделить как раз вот всю вот эту механическую часть. Логотип у них, ну, наверное, это отсылка к бесконечности, да, и ленте Мебиуса. Да, это лента Мебиуса. И, наверное, одна из главных тоже вот звезд. Как раз это в новом, вот в этом вот юбилейном корпусе, да, то есть в таком тоже эргономичном, интегрированном ремешок лучуковый и блуждающий час. Не прыгающий, да. Блуждающий час. У Мозера этот же механизм, это как бы они обмениваются механизмами друг с другом. Это есть модельки у Мозера такие же. Форма корпуса только другая. А можем ли мы сказать, что это, что теперь это снова монофактурные часы, да? Конечно. Вот, и получается, раз они принадлежат Мозеру, соответственно, на тех же мощностях, видимо, и производятся... Мы Мозера, мне обмел бы они, да, в один холдинг ходят, да. Вот этот холдинг, соответственно, теперь это снова монофактурные часы, и снова там калибр, который производится уже на их мощностях этой компании. Да, собственные машинки внутри стоят. Причем, в отличие от Мозера, он еще даже более необычный с точки зрения внешнего дизайна. Да, то есть они такие более авангардные. Если все-таки у нас Мозер работает в жанре необычной классики, да, то здесь все-таки именно что-то такое вот авангардное. При этом абсолютно удобоносимое, удобочитаемое. Мы не сказали, кстати, интересный факт вообще, откуда взялось название. Отланс там или отланс, да, то есть что это значит? Ну, наверняка, зрители твои знают, что это такое, что это анаграмма слова «невшотель». Да, поэтому, ну, это не секрет ни для кого. Да, ну, возможно, зрители не знают, что это анаграмма города «невшотель», написания «невшотель», но наверняка все знают сам этот город. Один из таких центров часовой промышленности швейцарской. Они вот часовой альмаматор как раз зашифровали в этом названии. Вот, и, конечно же, лента «Мебиус», которая символизирует нашу бесконечную любовь к часам. Ну, кстати, да, вспомни, что несколько лет назад, да, когда уже Мозер принадлежал к Мелбу, они же как бы искали себя. Одни из самых, наверное, ну, нелепых моделей они представили, помнишь, это игра, где был шарик по лабиринту. Да, головоломка, то есть, да, но... То есть там не было вообще часового механизма никакого, это просто была наручная такая игра, условно детская, да, где были две дырки, из одной дырки надо в другой по лабиринту было перегонять шарик. Стоили они как вполне себе нормальные механические часы, то есть там порядка тридцатника, по-моему, у них была цена, или двадцатника, ну, то есть как бы небюджетная была вещь. Но такой вот казус, да, исторический, интересный, да, с одной стороны он... Это не казус, это такой хитрый ход Эдуарда Мейлана. Может быть, я, кстати, да. Который очень любит, такие вот небольшие провокации. Я сейчас думаю, что, возможно, это был реально хитрый ход, потому что, когда они показали разговоров, было прямо очень много по этой теме. Да, то есть часы, которые созданы для того, чтобы их обсуждали, то есть он этим стал... Часы-не-часы. То есть это были часы-не-часы, это была наручная игра такая. Так же, как Эдуарда Мейлана были часы, из которых растут растения, которые были полностью сделаны в корпусе из сыра и так далее. Да-да-да. Мы про его, как раз эти вот хулиганские ходы рассказали в другом видео, где обсуждали часы Мозер. С атландцем он, да, такую же штуку вот провернул. Мне нравится, что ДНК, да, создателей сохранил все-таки, да? Абсолютно. Нет, ну вот если бы мы сейчас взяли бы новые часы, юбилейные, которые были вот непосредственно по мотивам HL1, я думаю, что они прям, ну, практически один в один, за исключением вот дизайна корпуса. Корпус поменяли, а так прям вот смотришь, как будто заглядываешь в 2004 год. Такая вот необычная история, такие вот эмоциональные часы, а ждут они, где, ну, конечно же, на Петровке-18, в Ботекере, читаем, которые как раз славятся такими вот необычными, интересными, независимыми часовыми марками. Еще интересная, яркая была у них премьера, как раз недавно, часы, которые напоминали какой-то ретро-приемник. Тебе удалось подержать их в руках? Да, я подержал его в руках. Это выставочная была моделька, в смысле как бы не серийная, не коммерческая модель, выполненная тоже в корпусе телевизора, только не телевизор, а корпус радио. То есть они сделаны были под бакелитовое радио с роковых годов. В названии там присутствует даже цифра 47. Как сказал мне мой один товарищ, когда он увидел, который в теме игры, этой фоллаута, да, он сказал, что это прям вот как бы стилистика фоллаута. Старинная радиола, старинный радиоприемник, зеленого цвета, на красном ремне, то есть сочетание такого ярко-зеленого с красным, такое джокеровское сочетание, да, как вот прям вот часы, которые просятся на запястье джокера. Вот, что там интересного? Там справа индикация времени, под винтажный датчик радио сделанный, а слева решетка стоит. Причем настолько частая решетка, что непонятно, зачем она нужна. На самом деле под этой решеткой парящий турбеем, то есть которой практически не видно, да. А решетка, опять же, выполнена под динамик, стилизована под динамик, то есть как будто динамик радио. Вот, поэтому она такая частая. Неоднозначная очень модель с точки зрения именно как бы исполнения и дизайна. Их сделали две штуки именно для выставки, то есть для того, чтобы привлекать внимание клиентов. Но я думаю, что если у кого-то будет желание, допустим, заказать себе личное пользование, я думаю, что они сделают. То есть понятно, что она далеко не дешевая моделька, да. Стоить она будет прилично. Вот. Но тем не менее, вот очень необычный, очень запоминающийся был экспонат выставки «Ойсен Вандер». Получается такая маленькая марка, а мне кажется, вот в соцсетях и где-то в медиа эти часы присутствовали не меньше, чем часы от каких-то глобальных корпораций огромных. Большие бренды не могут себе позволить таких экстравагантных премьер, да. Потому что большие бренды, Black Tie, я не знаю, официальные очень, да, они даже делают коммерческие модели, которые остаются в конве коллекционного ряда. То есть шаг влево, шаг вправо – да, а уже дальше – вряд ли. А вот такие бренды, особенно типа Moser и Atlantis, они могут позволить себе чудить, да. То есть у них как бы коллекция относительно, да, в ДНК марки, а за пределами можно сделать такую вот, да, завлекательную вещь, о которой будут говорить все, и там одни будут плеваться, другие будут говорить вообще классно, вообще молодцы в этих. Да, даже надо сказать, что это недостойно, да, вот такого великого, великой марки, которая делает часы там за 30, 50, 70 тысяч долларов, сделать какую-то вот такую игрушку. Сделали какую-то игрушку попугайной расцветки, да, и турбинона не видно, и зачем я буду покупать такую себе. Мы понимаем, что это уже такая вот традиционная провокация от Эдуарда Мейла. Абсолютно, да. Есть люди, которые такое видят, у них даже не вот эти вот провокационные часы, а для них и эти часы все тоже провокационные. И они смотрят на это и не понимают, зачем вообще отдавать за эти часы эти деньги, если можно купить, ну и там перечисляют вот эти вот набившие уже там это, оскомину все эти бренды. Но вот общаясь с разными коллекционерами, из тех, кто покупает самые разные часы, я заметил такой факт, что вот эти вот все вот там стандартные потеки, там, бреги, вышироны и так далее, у человека лежат вот вместе вот с каким-то вот этим вот блэктаем, да, или с каким-то строгим-строгим костюмом. То есть у них есть какие-то ситуации, такие вот формальные, где вот куда вот они идут, вот в этих вот там, ну, условно, потеках. А в жизни им как раз не хватает рок-н-ролла. Но для развлечения. Да, и если сейчас, например, уже там дресс-код позволяет, как бы вот уже топ-менеджер тоже там ходить как-то уже там, не знаю, в джинсах в связи с пиджаком, да, и как раз они одевают эти часы и выбирают их, потому что они вот максимально как раз не похожи на те самые часы, которые, может быть, кто-то думает, что вот все только вот о них и мечтают. Хорошо, что вот есть такой вот рок-н-ролл. Здесь не надо быть каким-то суперэкспертом, да, чтобы вот им как-то вот восхититься, да, и вдохновиться. Мало того, если они у тебя на руке, это приглашение к разговору, да, в любой среде людей, да, то есть все люди, я думаю, удивятся, все люди как-то вот это вот дело оценят. Еще как вот это все сделано, искусно. Много-много мелких деталей, которые у нас, я думаю, даже человек, который вообще никогда дорогие часы не держал в руках, он возьмет, и он ни на секунду и не подумает, что это что-то такое простое, да, то есть даже у Беструбиона он все равно сразу поймет, что это что-то такое вот экстравагантное, дорогое, необычное, интересное. Ну вот, собственно, мы за это отландцы любим. Обязательно напишите в комментариях, как правильно произносить отлс или атлант, так что у нас тут, видите, в этом плане есть как бы, да, разные мнения, ну и, конечно же, как вам эти часы, какие эмоции вообще вы... И обязательно приходите в Мутик Ричтайм, Петровка 18, чтобы лично убедиться в том, что это, ну, опять-таки, максимально такая вот эмоционально емкая марка. Необычные часы, которые ни с чем не сравнятся, такое только в Ричтайме. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok